Если я закрою глаза и сяду здесь, а кто-нибудь войдёт в зал, я смогу сказать вам, какой это человек. Если вы сядете таким образом, то увидите, что мозг будет работать лучше, поверьте мне. Если вы знаете человеческое тело изнутри, обратите на это внимание. Просто посмотрите, что чувствует ваше тело, когда в желудке есть пища, и что оно чувствует, когда желудок пуст. Вы увидите, что тело и мозг будут работать наилучшим образом, когда желудок пуст. Когда пищеварительная система постоянно перерабатывает пищу, а это естественным образом расходуется часть энергии, и поэтому тело и мозг не будут функционировать в полную силу. Если вы хотите полностью задействовать свой потенциал, поддерживать организм и обмен веществ в таком состоянии, в котором что бы вы ни съели, что бы вы ни съели, желудок опустошается за полтора-два с половиной часа. Именно на этом всегда настаивает йога. Через полтора-два часа желудок должен стать пуст. Пустой желудок не означает голод. Только когда уровень энергии снижается, вы ощущаете голод, иначе желудок должен быть пуст. В этом углу есть каменный мандапам, или павильон, где мы создали для вас идеально устроенный офис. Низкие стулья, низкие столы. Если вы сядете таким образом, то увидите, что мозг будет работать лучше, поверьте мне. Я не могу говорить или изучать что-либо, не согнув ноги. Хотя бы одна нога должна быть согнута. Иначе разница в работе мозга становится заметна. Если вы не видите разницы в том, когда мозг работает, а когда нет, у вас тяжелый случай. Если просто посидеть какое-то время со скрещенными ногами и сохранять позвоночник вертикальным, то внезапно способность воспринимать... Если я сяду здесь с закрытыми глазами, а кто-нибудь войдет в зал, я смогу сказать вам, какой это человек. О, садгуру, вы великий йогин! Дело не в этом. Даже собака у вас дома знает подобные вещи. Да или нет? Когда ваша собака сидит под диваном, и кто-то заходит в дом, она знает, кто пришел. Да или нет? Вы не в состоянии знать то, что может знать собака? Я пытаюсь вам сказать, что по сути, вся эволюция от амебы до человека — это развитие и усложнение нервной системы. Да или нет? Как человек, вы обладаете самой сложно устроенной нервной системой. Если собака может что-то почувствовать, вы тоже способны на это. Просто вас постоянно одолевают ваши спутанные мысли, потому что большинство людей утратили необходимую внимательность. Они видят мельтешение светов со всех экранов, и поэтому утратили эту способность. Очень важно вернуть внимательность. Каждое измерение йоги было создано для того, чтобы обострить вашу внимательность до того уровня, когда ничто не ускользает от вашего внимания. ничто не проходит мимо вашего опыта. Вот тогда вы сможете считать себя полноценным человеком. Не выдавайте дефицит внимания за какое-то качество. Вы получите результат лишь настолько, насколько вы уделяете чему-то внимание. В этом смысле дыхание — прекрасный инструмент для тренировки внимания. Внимание не для конкретной цели, а внимание как навыка. Будь вы художником, учёным, духовно устремлённым человеком, деловым человеком, или если говорить о жизни в плане семьи, любви, радости, всё это принесёт плоды, только если вы уделите этому достаточно внимания. Человеческое внимание может открыть практически любую дверь во Вселенной, но важно уметь быть внимательным без какой-либо цели, не рассчитывая на результат. Просто быть внимательным. Чтобы превратить жизненную силу в процесс внимательности, ваше внимание может исходить только из ума, или вы можете вовлечь в этот процесс всё своё тело. Чтобы понять это, понаблюдайте за тигром, леопардом или гепардом, припадающим к земле во время охоты. Вы увидите, что хищник внимателен не только умственно, всё его тело становится внимательным. Он сконцентрирован, его энергии сосредоточены. Если вы вовлечёте своё тело, свою энергию во внимание ума, внезапно это внимание станет огромной силой, которая заставит множество аспектов жизни подчиниться вам. Жизнь приносит результаты лишь в той мере, в которой вы способны создать силу внимания. Сила человеческого внимания — это невероятная сила. С помощью необходимой практики вы должны научиться применять эту силу на благо себе и другим. Все обратите внимание на мой прекрасный сосуд. Пожалуйста, задержите внимание на нём. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Вы не должны отводить своё внимание от этого сосуда. Просто сосредоточьтесь на нём. Это такой красивый сосуд. Видите, пока я говорю, вы не можете сосредоточиться на сосуде хотя бы на миг. Представьте, что вы влюбились в этот сосуд. И если я его спрячу, вы захотите его увидеть. Куда бы ни делся этот сосуд, он не выходит у вас из головы. Ваш ум станет таким, потому что вы будете вовлечены эмоционально. Вы влюбились в этот сосуд, и теперь ваш ум постоянно сосредоточен на нём. Вот что такое преданность. Это мощный способ уделять внимание. Лёгкий и радостный способ уделять внимание. Если вы попытаетесь сконцентрироваться на чём-то, у вас заболит голова. Но если вы во что-то влюбитесь, в любом случае вы уделите этому стопроцентное внимание. И у вас не будет головной боли, вы будете пребывать в экстазе. Это способ использовать ум более разумен, чем всё, что люди считают интеллектом. Преданный смотрит на жизнь совершенно иначе. Это другое измерение разума, где человек может получить доступ к такому, о чём другие не могут даже мечтать. Он получит это легко и с радостью, потому что будет вовлечён эмоционально. Его внимание абсолютно. На что бы вы ни обратили внимание, если ваше внимание абсолютно, это измерение жизни обязательно вам откроется, обязательно принесёт плоды, иначе не может быть. Редактор субтитров А.Сёмкин